Допрос с пристрастием на русской службе новостей. И не сходит в хаос, мы должны понимать, что в этом году празднование Рождества для тех, кто решил отпраздновать его, может быть последним Рождеством. Мои поздравления на лучшие пожелания всем христианам, празднующим Рождество сегодня. И сегодня на наш вопрос любезно согласился ответить мудрый, высокообразованный человек, достойный сын своего народа, достопочтенный раввин Михаил Финкель из Израиля. Добрый вечер. Добрый вечер. А как мне к вам правильно обращаться? Мне будет приятно, если просто Михаил Леновый. Хорошо. Вот есть ли очевидные знамения начала-конца времен? Мы можем с этого начать, потому что это уже вытрепечущий вопрос. Вы знаете, мне кажется, понтифик утирует. В иудаизме, во-первых, нет конца света. Есть приход Мессии. Есть конец света, как мы его понимаем, с доминирующим злом. И эра мессианская, в которой будет новый мир. Золотой тысячелетие. Воскрешение из мертвых. Гармония. Когда все народы станут одним народом, как сказал пророк Сафония, пророк Исаия. Все народы придут в один храм. И мой храм, говорит Бог, станет домом молитвы для всех народов. Исчезнет ксенофобия. У каждого человека мы верим из две души. Божественное и животное. И вот это зло Бог уберет из каждого человека. Шоры упадут, и мы станем все идеальными людьми, какими мы должны быть с приходом Мессии. Это будет после воскрешения из мертвых, и когда зло исчезнет, Бог уничтожит сатану и силы зла. Поэтому я не верю в конец света, я верю в конец злого света. Но есть же пророчества и знамения. О приходе Мессии. Но я не знаю пророчества о конце света. Ну хорошо, о приходе Мессии. Давайте перефразируем. Да, есть знаки. И знаки, написанные в пророках Иеремии, Иезекииля, война Гога и Магога, когда все зло объединится, и, к сожалению, очень многие народы мира будут пленены злом и пойдут воевать против добра. Сейчас эти знаки появляются? Нет, я этого не вижу. Я вижу, что большинство мира вместе, большинство мира понимает, что любой экстремизм, под какой бы вывеской он не был, омерзителен, и с ним надо бороться. Я, честно говоря, не вижу того, чем говорит Пантифик. Да, есть зло, да, есть мировой терроризм. Пантифик еще упоминал месяц или полтора назад, я могу ошибаться, о том, что грядет Третья мировая война. Может быть и грядет, но я пока не вижу ее знаков. ИГИЛ будет разгромлен через год. Ну, я не совсем про ИГИЛ. Я, на самом деле, про противостояние добра и зла. Скажем так, лагеря, который с Россией, такой ограниченной, небольшой по численности, и лагеря, который со стороны Запада, подпределительством Америки. Вы знаете, как сказал Соломон, и это пройдет. Мне кажется, то, что было 70 лет назад, во время Второй мировой войны, было куда ужаснее. Хорошо. А прогноз? Прогноз, что все будет хорошо. Я верю в победу разума. Я верю в то, что все люди, всех конфессий созданы одним Богом. По образовую подобию. Но мы грешные. Ну и что? А кто без изъяна? Только Господь? Только Господь. Человек... Одна мысль о раскаянии делает человека уже праведником. Одна мысль. Хорошо. Если все-таки грядет большая война, ну вот так случится, и не оправдается ваша надежда в разум человеческий, мнение Израиля, но именно людей, которые живут, граждане Израиля. Почему я буду задавать такие вопросы? Потому что у нас информационное поле разное. Оно пересекается в каждой стране. И пересекается только в каких-то центральных или значимых событиях или на каких-нибудь известных каналах информационных, международных. И так мнение израильтян, людей просто. Что, использовать ядерное оружие, если вот... Нет. Оно иллюзорно. Израильские люди считают, что оно как та дубина, которая хорошо угрожает, но никогда и никем, кроме Хиросима, больше используется. А что, исчезнуть куда-то? Нет. Открою вам тайну. Будет говорить не как раввин, а как израильский гражданин. Что у Израиля есть такие технологии, которые скоро сделают так же бессмысленным вот это все конвенциональное оружие, которое мы знаем, включая ядерное, как дубину первобытного человека. Очень скоро ракеты, которые будут вылетать, будут сгорать в воздухе, потому что будет невидимая стена. Есть электромагнитные волны. Есть масса лучей, которые невидимы и неощущаемы человеческим телом, но будут вырубать всю электронику одним нажатием кнопки, не убивая ни скот, ни людей. Но это противостояние. Безусловно, разума. Разум. Сегодня количество войск, солдат... Интеллекта вы, наверное, хотели сказать. Интеллекта. Интеллекта и научного прогресса. Сегодня количество армии не имеет значения. Может быть, миллиард солдат. Это ничего не будет стоить. Нужен разум, нужна воля, и нужна чистая душа, и чистое побуждение. На Ближнем Востоке шутят. Ну, у них там свой враг такой большой, западный. Да? Большой шайтан. Вот они иногда шутят. Говорят, а представьте, что если израильтяне и палестинцы померятся, то есть у этих технологий, у этих там за спиной будет нефть и газ, сырье, то, наверное, американцам нечего делать на планете Земля. А я в это верю, вы знаете. Я верю, что померятся. Ну, хотелось бы. Хотелось бы. У нас Ибрагим или Авраам. И мне кажется, что рано или поздно померимся. Но, Жень, вы правильно говорите, что есть силы извне, которые мешают. Это силы зла. Я, знаете, уважаемые радиослушатели, я напомню, в студии сегодня Равин, Михаил Финкель, политолог. Не каждый день есть возможность задать вопрос Равину. Совсем не обязательно быть иудеем для этого. Безусловно. Пожалуйста, звоните в студию. Я буду задавать следующие вопросы. Вы, пожалуйста, звоните. Вставайте в очередь. Я скоро начну принимать звонки. Почему так странно тихо себя ведет Израиль в этом конфликте, который есть сейчас на Ближнем Востоке, в Сирии, в Ираке? У нас хватает врагов. Просто об этом не говорят. У нас сегодня было три теракта. У нас каждый день льется кровь детей, стариков и женщин. Автобусы, детские сады, школы под атакой безумных террористов. У нас на севере Хизбалла, которая уничтожала очень много наших граждан. И не только наши граждане, но и граждан других стран, туристов. У нас на юге Хамас, у нас полно, у нас Фатх, у нас исламский джихад, Танзим. Многие исламистские группировки, которые убивают и не подразделяют, как любые террористы, не подразделяют гражданское население от военного и ставят свои цели убирать любых, в кавычках, сионистских агрессоров. Даже если это маленький ребенок, который потерял ножку полторы недели назад в террористической атаке, когда палестинский террорист на своей машине сбил 10 человек в центре Иерусалима на автобусной остановке. Но там нескончаемый процесс мести. Беда. Беда в том, что, как я сказал, мы братья, но и те, и те верят в святость своих убеждений и понимают, что нужно воевать. Единственное, что я могу сказать, израильская армия тоже, к сожалению, иногда по ошибке, не ставя своей целью, и после многочисленных предупреждений может попасть, как любая другая армия, по гражданским объектам, как американцы в Афганистане или Ираке, как Россия в Сирии. Такое бывает. Но израильцы самолетов пускают многочисленные листовки на арабских языках уходить. Хамас задерживает гражданское население, не дает уходить, потому что для пиара им нужны человеческие жизни среди гражданского населения. Но израильская армия никогда, с 1948 года возникновение государства, не убивалось ли направлено гражданское население палестинское. Случайно такие жертвы были. До возникновения государства действительно были террористические еврейские группировки. Были. Это Лехи. Это Эцель. Иргун. Части некоторые Хаганы. Это Дер-Ясин. Да. И правду говорить легко и приятно. Был еврейский терроризм. Он даже есть. Он даже есть. Я это признаю. И я бы хотел, чтобы палестинская сторона тоже могла признать и осудить это публично. Свой терроризм. Надо говорить на белое-белое, а на черное-черное. Если опять мы вернемся к международной беде под названием ИГИЛ, я на самом деле вот здесь имел в виду, почему Израиль молчит. Ведь... Израиль еще ввяжется. Очевидно, что... А мне кажется, он ввязался. Не дадут нам это. Я бы хотел, чтобы пронесло, но не дадут. Они лечатся в израильских госпиталях. Вы знаете, в израильских госпиталях лечатся представители так называемой, в кавычках, умеренной сирийской оппозиции. Сделано это под колоссальнейшим давлением США. Я хочу напомнить. Мы, еврейский народ, Израиль два раза воевали с Великим Римом. Иудейская война первая, описанная историком Иосифом Флавием. Вторая восстание Барколбы в 135 году н.э. Мы знаем, что такое ввать с супердержавой. Мы 2000 лет были рассеяны, унижены, оскорбляемы, унижаемы, уничтожаемы. Мы вернулись в свою страну. Мы не имеем права, мы не можем больше ввать с Новым Римом сегодняшнего дня, с Соединенными Штатами Америки. Весь Израиль размером с Московскую область. Все наше население, это 10 миллионов человек, из них полтора миллиона арабов, мусульман, которые не очень лояльны. Мы слабая, все-таки слабая маленькая страна. Давайте помните это. То есть это политическое решение, но я знаю, насколько... Продавленное сверху. Насколько сильно общественное мнение гражданской оппозиции израильтяны, как оно может влиять на политические решения. Вы знаете, мы очень мягкий народ. Вот когда приходят люди, кем бы они ни были, в Сирии, дети, молодые ребята, взрослые люди, женщины, и они ранены, и истекают кровью, мы их лечим. Это клятва Гиппократа. Мы не спрашиваем, ребят, откуда вы, за кого вы воевали в Сирии. Мы не можем это знать. Более того, то, что нам скажут, очень часто может быть ложью. Мы лечим их и возвращаем назад. Это наш долг. В студии Равин, Михаил Финкель. Очень интересная сегодня тема. Не спите там, набирайте. Примем звоночек. Оденьте, пожалуйста, наушники. Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Вопрос Равину Михаилу. Ну вот, придет Мессия на землю. Мы стоим добрыми и любящими. Это как, значит, мы не будем есть свинину, мы не будем ездить на Лексусах, мы не будем брать деньги в рост. Вопрос. Мы пересядем и складируем в 100-метровых, значит, в какие-то... Вопрос, вопрос, вопрос. Какими мы будем, когда придет Мессия? Спасибо. Спасибо вам. Извините. Ответ сразу после перерыва. Допрос с пристрастием. Добрый вечер. Таймур Двидар, вы в программе Допрос с пристрастием. У нас сегодня очень интересный собеседник Равин Михаил Финкель. Он еще и политолог, очень образованный человек. Пожалуйста, ответьте на вопрос. Во-первых, спасибо вопрошающему. Когда придет Мессия, будет чудесный период. Об этом говорят пророки. Чудесный период. Когда из нас исчезнет зависть и злость, Бог сделает этот мир бесконечным. Люди перестанут умирать, воскреснут мертвые. Известные пророчества о том, что все мертвые воскреснут. Да, есть страшный суд. Грешники понесут наказание, праведники награду, но после этого начнется период награды. И вот награды есть две. Во-первых, есть рай после смерти, когда душа имеет духовный рай на том свете. Но это награда потом. Это награда потом, да. В духовном мире. А после прихода Мессии совершенно верно. Будет физически. В этом физическом мире будет рай. Написано, что Всевышний даст каждому бесконечную награду. И я думаю, что мерить это, какой будет квартира 100 метровой или 120 с балкончиком и с красивым видом с горы, смешно. Человеческий разум наш ограничен, глуп. Мы, как Танеч написал, человек, он маленький, как атом, правильно? Мы не можем представить себе бесконечного Всевышнего, мудрость, милосердие, величие. Но написано в наших древних аудейских книгах, что у каждого праведника будут многочисленные дворцы. И что Бог даст каждому человеку все. И единственное занятие человечества будет понимание Всевышнего. Мы скажем, папа, объясни нам, почему ты поступил так, почему так. И Всевышний будет объяснять, У нас будет достаток. Конечно, мы сможем понять, почему были такие несчастья в человеческой истории. Простите, я вас не перебиваю, но просто звоните со страны, Добрый вечер, меня Роман зовут. Очень приятно, Роман. У меня два вопроса, попробую их быстро сформулировать. Если можно быстро, пожалуйста. Да, первый вопрос такой, почему вот вроде у нас много как бы евреев уехали, а по трезнему уровню антисемитизма в России остается высокий. Второй вопрос. Ну и второй вопрос такой, есть вот это заевок с подписатой и с вами Шамир. Вот ваши отношения, Михаил, как это написать, у меня есть 20 суток. Спасибо. Хорошие вопросы. Вопросы хорошие. Первое. Уровень антисемитизма в России довольно высокий среди необразованной, неграмотной части населения. Огромная заслуга Владимира Владимировича Путина, президента, которого я очень уважаю в подавлении национализма, в борьбе с любой формой ксенофобии, расовой и религиозной нетерпимости. Огромные дела делаются для того, чтобы этого было намного меньше. Наверное, есть еще поле для работы. Наверное, все будет намного лучше. Я вижу огромную позитивную тенденцию. Сравнить даже нельзя с тем, что было в советское время. Путин далеко, высоко. И люди, которые... Человек позвонил, он имеет, он имеет в виду в быту. Безграмотность. Вы смотрите на меня, я ваш кузен. Да. Я египтянин. Ну и что, мы родственники. Да. Вы не можете быть антисемитизмом. Я тоже слышу в очереди и жидовская морда подвинься. Ну что же делать, это безграмотность. Многие люди не знают, что Иисус Христос был еврей, что Дева Мария была еврейка, что все апостолы евреи, что приходя в церковь, ты видишь, что практически большинство образов, которые в церкви, это евреи. Вот в чем беда. Это от безграмотности. Ответьте на его второй вопрос. Второй вопрос. Александр Шамиль, к нему мое отношение негативное. Человек, который обливает грязью свой собственный народ, который предал свою веру, изменил лудаизму. Человек, который предал свой народ, предал свою страну, очерняет свой собственный народ. Человек, который все, чтобы вышел и кричал бы на весь мир «Моя мать проститутка, мой отец алкоголик». Как бы вы относились к такому человеку? Может быть, только два отношения. Одно презрение, второе, может быть, отношение только... Может быть, он просто... Что-то задели здесь. Здесь следующий. Здравствуйте. Алло. Маушнички, пожалуйста. Алло, Александр. Петербург, здравствуйте. Очень приятно, Александр. Добрый вечер. Вопрос у меня, нужно, двойной. Первое. Раз, вот, у вас товарищи утверждают, что очень мирный народ израильчане, скажите, пожалуйста, почему территория израильского государства расширилась практически в трое, а то и не в четверо, в 45-го года? Первый вопрос. В 45-м году Израиля не было, он основан был в 48-м году. Это для вас, чтобы вы историю знали. Это суть важна. Грамотность – это хорошая черта. Россия не расширялась, к вам вопрос? Есть ли государство, которое не расширялось? Укажите такое. Мне будет интересно. Ну, хорошо, задайте свой вопрос. Хорошо, спасибо. Ну, во-первых, грамотность – это важно. Израиль родился в 48-м году. А во-вторых, нет страны, которая бы не расширялась. Есть объективные законы эволюции государств. Есть войны, есть захваты, есть смена границ. Она происходила в Российской империи, в Английской империи, в Американской империи, в Римской империи, в Ливане, в Сирии, в Саудовской Аравии. Нет. Это все, что сказать пятилетнему ребенку, слушай, дружочек, а почему ты вырос? Очень много звонков, просто зашкаливает, но там вопрос гораздо глубже. Я не думаю, что мы сможем вот так просто за 30 секунд отвертеться от этого вопроса. У меня потому что сразу целый багаж, да, аргументов. Ну, правильно, правильно. Ну, пойдем дальше. Давайте, давайте пойдем дальше. Здравствуйте. Шалом, добрый вечер. Добрый вечер. Извините, вот моя мать, вот что есть человек? Человек, это вот мало для счастья. Наш, мой дедушка, он погиб на фронте, он был евреем. Воевал за наше общее дело, за свободу от гицидизма. Скажите, вот она мечтает всю жизнь, он был польским евреем. Куда позвонить, чтобы узнать, есть ли родственники? Вот это только, вот это счастье. Спасибо, хороший вопрос. Я бы рекомендовал сделать две вещи. Позвонить в израильское агентство Сахнут, позвонить в израильское посольство, позвонить или выйти на сайт израильского музея Холокоста и Второй мировой войны Яд Вашем. Искать, искать, искать. Язык до Киева доведет. Уважаемые радиослушатели, я вижу, что звонит Россия. Пожалуйста, поддержите, потерпите. Я хочу задать от себя тоже вопрос. Украина. Почему молчат евреи по поводу Украины? Во-первых, не молчат. Я имею в виду... Эскин разве молчит? Сатановский разве молчит? Я разве молчу? Мройкин, оба не молчит? Это, простите, нет, я говорю про международные авторитетные еврейские организации. Хорошо. Которые представляют сотни тысяч, миллионы. Давайте я им отвечу. Пожалуйста. Во времена Хазарского Каганата, это было такое огромное государство, которое приняло... Ну, вы далеко сейчас капнули. И президент Порошенко... Да, да, я знаю. Задали вопрос... ...еврейский народ за то, что... Вы знаете, задали вопрос Хазарскому Кагану. Почему вы не разрушите все поселения византийцев, в Византии погромы? И он сказал, если я это сделаю, то погромы в Византии станут еще хуже. Евреи мира понимают, что на Украине живет порядка 150 тысяч евреев, и как большая любая община, они в определенном смысле слова, в каком-то смысле слова, заложники. А Хазары, они тоже от Бани Исраил? Нет, Хазары приняли иудаизм, они были тюрки. Ну, то есть, они не евреи. Они не евреи, они были тюрки. Да, они приняли иудаизм. Просто это я для прашенька. Пожалуйста. Поэтому евреи должны очень взвешенно говорить. Поставьте себя на место евреев. Очень много русских живет, например, на Украине. Тем не, будучи мусульманином последние лет 20 в России, я побывал на месте евреев. Вот. Значит, нужно взвешенно и грамотно подходить. Евреи понимают все, что происходит на Украине. Мы помним, что сделал нам Богдан Хмельницкий, Петлюра. Петлюра убил у моей семьи 15 человек было убито в погромах 19-го года в Проскурове. Что сделали отряды украинские Бандеры, Нахтигаль. Мы знаем, кто был охранниками многих концлагерей. Мы все это помним. Где сила международных еврейских организаций против этих странных людей? Евреи. А вы знаете, почитайте, если Гитлер или протокол сионских мудрецов, мы всем управляем. А где мы были 70 лет назад, когда каждого третьего еврея бросили в газовую камеру? Может быть, это миф, что мы всем управляем? Если мы всем управляем, почему Израиль такая бедная страна? Еврей-дворник, советский анекдот. Поезжайте в Израиль. Еврей-осонизатор, еврей-дворник, еврей-таксист, еврей-колхозник. Дубай, в котором я был, не сравнить с Израилем. Израиль куда беднее. Надо выйти из мифов. Подождите, подождите, подождите. Я говорю, я говорю о влиятельных, опять же, я не говорю о государстве Израиль, о международных организациях влиятельных. Вы знаете, многие, вот Сорос, например, Сорос еврей, также влияют на общественное мнение, ведь нет осуждения, ведь я не призываю... Ну, вы смотрите, многие ли они ассимилированы, вот Сорос, например, он далек от еврейства. Я не призываю никого в Нью-Йорке, чтобы кто-то поднял волну антиукраинскую и доказывал что-то. Я просто призываю к тому, чтобы в Нью-Йорке на этой большой конференции сказали то, что вы сейчас только что сказали. Там предпочитаю сказать другое. Давайте мы дадим вам деньги, а вы наших не трогайте. Давайте мы дадим вам деньги, но вы будете кричать о том, насколько бандеровцы были героями, но никогда не будете проводить их политику в действие. Давайте мы дадим вам деньги, полобируем в МВФ, но вы будете медленно превращаться в цивилизованную восточноевропейскую страну. Это мягкая дипломатия. Вот что делается. Вы сейчас выдаете стратегическую информацию. Я сейчас говорю то, что я думаю. Правду говорить легко и приятно. Евреи не умеют драться. Мы деремся, если нас заставляют. Только если прижимают, то мы деремся до конца и погибаем с гордостью. Но это наш последний, последний вариант. У нас осталось до перерыва немного времени. Давайте я предлагаю принять, у нас все лишь минуту, примем один звонок. Здравствуйте. Алло, приветствую. Константин, Москва. Очень приятно, Константин. Да, у меня два вопроса. Один теоретически, другой практически. Только если можно, быстро остались секунды. Да, да, да. Значит быстро. Первый теоретически. Вот когда Мессия придет, вы говорите, он очистит от верхов и все прочее. Но извините, пожалуйста, каждый человек накапывает грехи годами и все прочее. И второй вопрос. Израиль. Почему он хочет вступить в таможенный союз? Спасибо. Вернемся после новостей. Допрос с пристрастием на русской службе новостей. С возвращением на допрос с пристрастием с вами Таймур Двидар и сегодня у нас в гостях отвечает на данные вопросы достопочтенный Равин Михаил Финкель, известный политолог. Давайте мы начнем с ответа на вопросы, которые прозвучали. Ну, а Мессии был вопрос, что, конечно, будет суд. Человек сказал о грехах. Во-первых, по иудаизму раскаяние за многие грехи это мысль о раскаянии. Это не какие-то истязания, не посты, не раздавание милостыней очень много. И хотя это тоже факторы, но не основные. Раскаяние, как пишет Майманит, это мысль перед Богом, больше никогда так не делать. Конечно, это не включает в себя убийства или многие тяжелые преступления, но в основном люди не убийцы. Теперь в отношении таможенного союза Израиль туда хочет, потому что это экономически целесообразно и выгодно. Принято. Допрашиваем уважаемого Равина, присоединяйтесь. Европа стала непригодной для жизни евреев, и Израиль приглашает к себе. Ну, там прозвучало это на днях. Франция, Бельгия, потому что туда начали приезжать беженцы с Ближнего Востока, вот с полыхающего. А на чье место, вместо кого Израиль маленький? Вы знаете, это немножко пропаганда. А, то есть это не есть правда? Нет, это немножко реклама себя. И приглашение европейских евреев приехать. Например, я был в Антверпене не так давно, никто не собирается ехать, там 300 тысяч евреев в Бельгии. Да, стало менее опасно. Мы из Франции, а Франция еще есть. Из Франции. И поток хороший идет. Идет. Получают израильское гражданство, оформляют себе хорошую медицинскую страховку, подлечатся, купят себе дом на берегу моря и возвращаются назад. Но Израиль не публикует эту информацию. Но, тем не менее, если такая рекламная акция идет, а за счет кого? Куда селить-то? Нет, селить есть куда. Израиль может принять подсчитанную 50, иметь население в 50 миллионов человек. Идет сейчас огромная программа озеленения пустыни. Негев покупаются в Австралии пустынные растения. Идет озеленение, трансформация климата и так далее, и так далее, и так далее. Но не все так просто. Вот можете посмотреть на экран. Вы спрашивали, как вот звонит вся страна. Вот абсолютно. Можете сами выбирать на выбор. Любой. Я даже для радиослушателей. Выбираем. На этой радиостанции, в отличие от всех остальных, у ведущего, вот вся картинка. Номера безличные, просто номера телефонов. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Дмитрий меня зовут. Очень приятно, Дмитрий Таймур. Вы знаете, у меня вопрос к вашему гостю, точнее даже парочка. Такие недостаточно дилетантские вопросы. Ну только быстро, пожалуйста. Это эфир прямой. Да, да. Значит, вопрос номер раз. Скажите, пожалуйста, а можно ли где-то прочитать текст Талмуда? Конечно. Талмуд переведен на многочисленные языки мира. В любом еврейском центре можно его приобрести. В синагоге центральной на улице Старо-Глинический переулок, в Марьиной роще в еврейском центре есть магазин, есть еврейский журнал, издательство Лыхаем. А в интернете где-нибудь? А? В интернете есть? В интернете есть, но есть очень много неправильных переводов Талмуда. Где распространяются разные мерзости. Хорошо. Следующий вопрос. Ну вот да. Следующий вопрос, как человеку, который долго слушал советскую пропаганду, а потом не только советскую. Слушайте, что там такое творится с этими поселениями на каком-то берегу реки? Чем так недовольны палестинцы? Вы строитесь на их лице или нет? Понятно. Спасибо. Постараюсь ответить на ваш вопрос. Все-таки подходим к чему-то сегодня такому незапланированному по сценарию. Начну издалека. Было в древности Иудео Израильское царство, в котором управлял царь Соломон или Сулейман, которого уважают все. Оно было огромное. Оно потом распалось, границы менялись много раз. Израиль раскололся на два государства, Израиль и Иудею. Израиль и 10 колен Израиля увели в плен ассирийцы 2800 лет назад, и они исчезли. Все сегодняшние евреи потомки 2,5 колен из 12, которые были. Потом была Иудея. Она была много, лет существовала, ее увел в плен Вавилонский царь Новохадоносор, потом Иудеи вернулись, потом была война с Римом одна, вторая. А можно быстрее? 2000 лет мы вернулись. Или короче. Скажем так, палестинцы пришли туда и арабы с захватом халифов. Начался аджихад, они пришли, Абу-Бакр, многие другие, и расселились. Многие палестинцы сегодняшние поселились там как рабочие в 19 веке, остались там жить. Палестинцы это молодой народ. Израиль захватил у Иордании в 67 году эти территории, пытался вернуть их назад Иордания, Иордания отказалась от своих граждан, она отказалась от принятия этой территории назад. А можно еще короче? То есть вы... Это спорная территория, как Северный Кипр, как Северный Кипр, как Крым. В 48 году, 1900, спустя там 2000 лет иудеи решили вернуться на свои земли. Конечно. Вспомнили про них. Не вспомнили, а после 2000 лет убийств возникла возможность. Ну, все-таки были и в Африке идеи... В Уганде. Ну, мы к Африке не имеем никакого отношения. Были идеи в Крыму сделать. Да. А потом пришли туда и... Ну, все-таки там зелено наших предков. Да, да. Я просто помню, это уже начитан в этой области, и помню, что... Про базильский конгресс. И помню, что... Ну, не совсем. Я помню, что был такой отчет, что невеста, конечно, хороша, но она замужем. Это про Палестину. Потому что там живут люди. Правильно. Поэтому была ООН, создала идею двух государств. Арабы его отвергли. Арабы отвергли разделить Палестину. Мы пять секунд тут только закончим. Поэтому идеология, наверное, заключается в том, не просто вернуться на свою историческую землю, а выкинуть с этой земли вообще тех, кто там раньше жил. Вы говорите, цитируете правильно. Были многие сионистские лидеры, которые так считали. Но это не тема нашей сегодняшней передачи. Я понимаю, но я хочу сказать одну вещь, что Израиль два раза предлагал палестинцам разделить все поровну. В 48-м году и в 2000-м и Худбара к Ясеру Арафату. Палестинцы отказались от этого. Теперь сегодня, вы правильно говорите, сегодняшнее правительство действительно старается заселить как можно больше территории Израиля. Да, вы правы. Я не буду говорить на то, что не так, что это так. Я буду говорить вам правду. Тему закрыли. Хорошо. Вот 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 такая интересная интересная тема. В России есть люди, которые ну, в общем-то, они в СМИ они очень известны, они высказывают позицию Израиля регулярно, если не ежедневно. И очень часто в последнее время мы слышим такое высказывание о том, что США вовсе Израилю не друг, и то, что помощь США это брехня полная. Это не подготовка для того, что там Израиль пустят в расход американцы? Это бред. Абсолютно бред. А что из того, что я сказал? То, что эти люди говорят бред. Не дай бог не то, что вы говорите. То, что эти люди говорят. Это бред, это глупость. В августе я был в Америке, регулярно туда приезжаю. Значит, конечно, Америка это мамаша Израиля, которому помогал. Немножко мамаша может отойти чуть-чуть подальше. Ну, добрая мама. Да, да. Потому что не все понимают значение слова мамаша. Да, да, да. Она может отойти, посмотреть, как там ребеночек несколько шагов не упадет, а упадет сразу, прибежит его защищать. Это глупость. В Америке колоссальное еврейское лобби. Америка филосемитская страна. Американские христиане, в частности, евангелисты, дают сотни миллионов долларов на Израиль, на еврейские проекты, потому что они верят, что Иисус был евреем, что христианство зародилось на святой земле. Не тех, которых называют нео-сионистами. В том числе, это юг, юг Америки. Это неокон, неоконсерваторы. Да, 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 да. Поэтому они верят, что их святая обязанность, как христиан, защищать святую землю и защищать евреев. Далее, их идеология в том, что они видят в возвращении Израиля на карту мира мессианские шаги. Поэтому они считают, что это задача святая Америки. Хорошо. То есть это, на самом деле, бред тех, кто отрицает. Какая-то глупость. Вот Турция и Израиль. Я сейчас о политической составляющей, о двух государствах. Насколько стало известно, то есть пока что это слухи, лично я просто пока еще бумажек не читал, то, что Израиль компенсирует туркам те потери, которые они понесли вот с миссией, которую они в газу... На авиамармора. Да, на судне. И восстановятся диплотношения, восстановятся... Они все добыли, они просто были снижены. Ну, скажем так, да, послы вернутся в страны, и там проговариваются, или до меня доходят слухи, по крайней мере, ну, будучи немножко так подглядывающим на этот регион... Вы скромничаете. о большом военно-техническом партнерстве и неком даже каком-то предполагаемом военном союзе, опять же в этом конфликте в Сирии и Ираке. Просто здесь делят Сирию и Ирак, на мой взгляд, даже Сирия, это как бы к России отходит, а Ирак это к американцам, но для меня это общая беда. Ну, как Германии делили союзники. Что думаете про союз с Турцией? Я думаю о том, что рано об этом говорить, не более чем торг. Ближний Восток это торг. Много крика, много шума, но это торг. Не более того, нам также очень близки курды. Хочу напомнить, что генетические исследования говорят о том, что евреи ближе всего к арабам и к курдам. Кстати, доказательство того, что мы оттуда, мы не пришли. Это так. Можно продолжим через несколько секунд? Конечно, пожалуйста. Допрос с пристрастием. У нас в студии сегодня отвечает на вопросы достопочтенный Равин, Михаил Финкель, известный политолог. Давайте продолжим. Вы сказали, что Союз Израиля с Турцией пока преждевременно об этом говорит, потому что, видимо, очертаний пока нет. У Израиля есть большие планы на Курдистан, которые появятся, на альянс с курдами. Израиль помогал курдам всегда. А мне очень интересно ваше мнение. А Курдистан, который появится, он первый появится все-таки в Ираке, закрепиться этой автономией, отделиться от Ирака, или же появится в Турции? Я сейчас не буду об этом говорить. Потому что я не хочу, чтобы это сорвалось. Вы сейчас мне вот подыграли, потому что первый раз я вас буду допрашивать. Нет, говорите. Мне неловко допрашивать. Равина. Вы знаете, у нас есть такая древняя поговорка, то, на что пристально смотрят, можно сглазить, а то, о чем говорят, может не свершиться. Я не хочу об этом говорить. Я хочу, чтобы курский народ получил то, что он заслуживает. Это великий древнейший народ. Я хочу, чтобы они получили свою страну. Понимаете или предполагаете? Давайте я скажу скромно. Я предполагаю. Ну что же, хорошо. Ну, судя по тому, как развиваются события сейчас в Турции, я тоже что-то предполагаю. Ну, тоже никому не скажу. Жалко мне. Ну, давайте ответим. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Старевна. Не то, что вопрос. Я просто хочу поблагодарить как-то 15 лет назад. Меня жизнь взяла с одним очень интересным евреем, и я попал в синагогу. Так вот, хочу сказать, я сам христианин, для наших христиан, что если у вас есть выбор, сходить или не сходить, сходите. Это не то, что наша христианская церковь. Это целый мир. Там и молельный зал, и залы для детей, и залы для праздников. Это совсем не то же. Вот я был потрясен, и потрясен вот до... Я благодарен судьбе, что я сходил в синагогу, что я увидел, что это такое. И когда я... Спасибо. Спасибо вам за... Спасибо за теплые слова. Но я уверен, что есть очень много прекрасных христианских церквей и прекрасных батюшек, носителей истины, света и божественной любви. Скажите, пожалуйста, вы имеете отношение к кому-либо, кто ликвидировал петлю? Это интересный вопрос. У нас эфирное время очень быстро тикает в России. Вы не могли бы дать ответ? Мой дальний родственник, мой дальний родственник, действительно, его звали Шалом Шварцбурд, отомстил за 15 человек нашей семьи, наших родственников, убитых в погромах в Проскурове, петлюровцами, застрелил в 26-м году в Париже петлюру, был оправдан судом присяжных Парижа, был освобожден, с него были сняты все обвинения на суде, также выступали русские сестры милосердия, которых петлюровцы насиловали, отрезали им грудь. Петлюровские погромы включали в себя не только уничтожение 100 тысяч евреев Украины, но также истребление русского духовенства, русских офицеров, императорской армии, поляков и так далее. Поэтому мне очень больно и обидно, что президент Украины, позапрошлый президент Украины, Ющенко, объявил его национальным героем Украины. На Украине много из героев, среди них Батька Махно. Человек-интернационалист, человек-великий, человек, который мстил за любые погромы и который был порядочнейшим человеком. Есть много других героев Украины, и петлюра не один из них. Я сижу, я тебя для радиослушателей, я смотрю вам в глаза, я вижу вот ту боль и досаду. Царствие небесное. Спасибо. Возвращаемся. Возвращаемся. Вот про конспирологию, если позволите. Вот у нас есть наша российская конспирология, но мы тут все знаем, кто во всем виноват. Есть ближневосточная, арабская, там тоже знают все, кто во всем виноват. Можно у вас узнать вкратце совсем, израильская конспирология это что? Мы просто здесь не знаем этого. Вы знаете, израильская конспирология, она, конечно, очень похожа на российскую, потому что средний израильтянин смотрит в сторону Америки, кто платит, тот заказывает музыку, и понимает, что там, где ФРС, там, где печатный станок, там и оттуда исходит мировая политика. Израиль не считает, что в мировых проблемах виноваты евреи, потому что евреи очень часто разменная карта. Если мы такие всесильные, почему же нас убивали 2000 лет подряд? Смешно. Поэтому, конечно, англосаксы для среднего израильтянина, богатые англосаксы, как Рокфеллеры, как Морганы, как банковские дома, как миллиардеры Америки и так далее, они вершат, есть, конечно, предположение, что есть какой-то тайный кабинет, влияющий на что-то в Америке. А можно вот здесь вклиниться про богатые дома еврейские? И когда вы говорили о периоде, в общем-то, киноцида и стремления еврейского народа в Европе, вы наверняка проработали досконально этот момент. Действительно, богатые дома финансировали Гитлера? Нет. Это ложь. Это ложь. А кто заказчик этой лжи? Потому что это... Это выгодно многим, мы знаем, что финансировали... Очень популярная версия. Это популярная версия. Есть даже версия, что Гитлер вей, поэтому он убил треть собственного народа. Смешно. Ну да, богатая, скажем, элита этих людей для того, чтобы продолжать жить как элита, слила там... Поэтому все богачи еврейские Германии были истреблены? Нет. А, понятно. То есть они профинансировали, чтобы сами пойти, чтобы их имущество перешло к нацистам и чтобы сами пойти в газовую камеру. Кто заказчик? Потому что это все идет с Запада. Вы знаете, нужно понимать, что не у всего есть заказчик, ведь Гитлер это реакция немецкого народа на проигрыш в Первой мировой войне. Это обида. Это то, что народ был нищий, ограбленный страшными репарациями. Не-не-не, я заказчик назвал той идеей, что профинансировали Гитлера. Есть. Я именно об этом. Есть доказательства, что Форд симпатизировал нацистам, давал им деньги, Генри Форд. Рокфеллер колоссальные деньги давал и играл со немецкими деньгами в своих банках. Морганы. Это все англосаксы, это все христиане. Если мне кто-то найдет хоть одно маломальски эмпирическое доказательство, что был хоть один еврей, который помогал Гитлеру, пусть принесет его. Это наглые лжецы, ублюдки. Нет ничего больше, что евреи ненавидят. Больше, чем нацизм. У нас в студии удивительный человек. Звоните. Захвалили. Захвалили. Прекратите. Добрый вечер. Добрый вечер. Валерий меня зовут. Очень приятно, Валерий. Я тайму. Да, вот значит, у меня такой вопрос. Вот он с чем связан. В начале передачи вы немножко сказали о словах Папы Римского. Да, было. Значит, сегодня вот в ночь праздник у христиан большой, да? Да. И у католической церкви, у части православных церквей. У западной христианской церкви, да. Да. Как бы, не как бы, а на самом деле родился Бога-человек, Иисус Христос. А можно быстрее, потому что это эфир прямой. Вот. Да, и у меня как раз вопрос и к вам то же самое. А почему вот как бы в этот вечер не послушать бы проповедь христианского проповедника? А почему вот церкви? Я очень уважаю. Я отвечу. Я признателен, что вы с уважением к моим гостям относитесь, к гостям. Просто вот мне так захотелось. А наших братьев-христиан мы поздравили в начале эфира. И, как это правильно сказать по-русски, ну, да будут услышаны Господом молитвы, которые они сегодня и сейчас вот в храмах читают. Спасибо вам за звонок. Давайте следующий. Вы хотели как-то прокомментировать? Добрый вечер, пожалуйста. Да, добрый вечер, Денис Москва. Очень приятный Денис. Спасибо вам. Да, вы знаете, единственное, что хотел бы заметить, вот вы говорили про воспитание, да, а сами немножечко все-таки вот, ну, употребляйте такие слова, как ублюдок в эфире, по-моему, немножечко некорректно звучит. И второй вот вопрос по поводу вам не кажется, что вы немножечко, скажем так, превозносите евреев над всеми остальными нациями, что в принципе... Это вопрос к ведущему или к уважаемому Равину? Нет, это к гостю вашему, конечно. Спасибо, спасибо. А я не понимаю, в чем я превозношу евреев? Нет, он сначала сказал, что вы кого-то там обскобляете. Не помню. Он не привел примеров. Я люблю академический метод. Нужно цитировать. Я не помню. Ну, если что-то прозвучало... Если я кого-то оскорбил, прошу прощения. А про превозношение? Евреи такие же народы, как все остальные люди, такой же народ, все созданы богом одинаково. Вы знаете, я здесь тоже в студии, я вот я не уловил. Я обычно реагирую на такие вещи, просто пытаюсь как-то отрегулировать эфир, если что-то такое происходит, но я не заметил ничего такого. И вообще отравина вряд ли бы такое когда-либо мог бы от любого услышать. Давайте еще, пожалуйста. Вы все время снимаете наушники, звонит вся страна. Вы обязаны сегодня ответить всем, всей России. Здравствуйте. Такой вопрос. Петлюровцы издевались над евреями. Не только, над русскими тоже. Я не против, не против. Так такой вопрос. Сейчас те, кто находится при власти на Украине издеваются, берут реванш? Понятно. Я не понимаю ваш вопрос, честно. Нет, но он намекает на то, о чем отличаются сегодняшние руководители Украины от петлюровцев. Но они отличаются тем, что они более... А, он берут реванш. Он имеет в виду, наверное, Яценюка, евреев, которые в правительстве Украины. Я не знаю, насколько они евреи. Вы знаете, у меня нет такой информации. Но Коломойский, правда, не в правительстве, он так подруливает. Сколько нужно примесей и каплей еврейской крови, чтобы кого-то записать в евреи, я не знаю тоже. Это, мне кажется, конспирологом, не ко мне. Это все православные люди, декларирующие себя украинцами, поэтому я не знаю, о чем вы говорите. Быстро еще один звонок. Добрый вечер, Кирилл, Санкт-Петербург. Добрый вечер. Извиняйте, да, может быть, глупо. Вопрос. Вопрос. Смотрите, такая вещь есть, потому что в Библии, ну, Вопрос. Да, говорится о том, что вопрос. Все, до свидания. Извините. Это был последний вопрос к нашему уважаемому гостю. Я Таймур Двидар, поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Дай Бог нам всем, всему человечеству, меры, терпения, разума и крепкой веры во Всевышнего. Увидимся 7 января 2016 года. С нами сегодня был уважаемый Равин Михаил Финкель. Спасибо вам большое. Всего вам самого доброго. Всего вам самого доброго. Допрос окончен. Всем свободны. Допрос с пристрастием.